Ида Вирума Специально для того, чтобы облегчить переход на зеленую экономику и не допустить катастрофы в уязвимых регионах, Еврокомиссия создала фонд справедливого перехода. По последним данным, это 17,5 миллиардов евро из двух источников – евробюджета и фонда восстановления Европы. Эстонии выделят примерно треть миллиарда евро. Это очень, очень большие деньги. Госбюджет всей Эстонии чуть больше 11 миллиардов. Стоит уточнить, деньги получат все-таки не Эстония. Все страны хотели бы пустить европейские средства на самые разные проекты, но фонд не для этого. Зная аппетиты правительств, Брюссель разрешает тратить деньги только в регионах, экономика которых зависит от угля, торфа и сланца. Основное внимание должно уделяться тем, кто теряет работу, их обучению, переобучению, инвестиции в малый и средний бизнес, в менее развитых регионах и в крупные предприятия. В общем, на сотни миллионов евро надо создавать рабочие места, и не где-то там, а только в попавшем под раздачу регионе, в Ида Вирума. Конкретный план развития региона должно составить и представить Еврокомиссии и правительство. И вот мы узнаем две вещи. Во-первых, из СЭС фонда решено 73% пустить на развитие предпринимательства, а 27% на решение экологических проблем. Самоуправление бизнесмена Ида Виру просит выделить на предпринимательство 90%, но их мнение как-то не учли. А во-вторых, решено дать деньги не только Ида Вирума, но и соседним уездам Ляновирума и Егивама. На каком основании? Несколько лет назад в области Азари, Логусу и Ави Нурме решили выйти из Ида Виру и влиться в другие уезды. Ида Виру, в котором и так все плохо с демографией, потерял почти 2% жителей и, соответственно, доходы. Причем отколовшиеся в области, говорят, среди прочего обосновали свое решение тем, что не имеют со сланцем ничего общего. То есть, когда не было денег, не имели. А когда деньги появились, сразу выяснилось, что очень даже имели. Ну правильно, когда на бедного родственника, которого ты знать не знал, свалилось богатство, как не потребовать свою долю. Кстати, в конце октября больше всего безработных было в Ида Вирума 12,5%, а меньше всего как раз в Егивама 4,8%. Спрашивается, кому деньги нужнее. Я тут целиком и полностью на стороне Союза самоуправлений Ида Вирума и жителей Северо-Востока, которых все это просто бесит. Но впадать в уныние рано. Не пройдена главная инстанция – Брюссель. Именно Еврокомиссия утвердит или не утвердит план по использованию европейских денег. Разумеется, Еврокомиссия помнит, зачем создавался фонд справедливого перехода и кто эти деньги должен получить. Мы еще поборемся. Не болейте. До встречи через неделю.